Облупившаяся краска на постаменте. На нём фамилии 63 бойцов, погибших в Великую Отечественную войну, все жители деревни Набережная. Рядом имена, вернувшиеся с победы ветеранов. А вокруг – заросли из густой травы, мусор от проезжающих по улице Броварской автомобилей. Таким увидели памятник администрации округа, региональный оператор Хартия, фонд «Надежда вера возрождения». Увидели и принялись за работу, чтобы в светлый праздник День Победы – это святое для жителей деревни место выглядело празднично и торжественно. В городском округе завершаются последние приготовления к 9 мая. Взявшись за кисти, активисты восстановили утраченный слой краски на памятнике. Пока одни кропотливо наносили эмаль, заместитель главы администрации Анастасия Агеева и другие в приподнятом настроении собирали с территории мусор. Конечно, с позитивом сделать наш город чище и навести порядок именно у этого памятника. Граблями работал, складывал листья. Памятник воинам и прилегающей к нему территории в частной собственности. Жители, увидев, в каком состоянии находится мемориал, обратились к властям за помощью в его благоустройстве. Хозяин этого памятника сейчас его подвел в запустение и перестал за ним ухаживать. Поэтому администрации сейчас инициирована процедура по принятию его все-таки на баланс администрации. Но учитывая то, что это все-таки объект памяти, и мы должны все следить за этими объектами, должны чтить память. К благоустройству мемориала на Броварской администрация подключила регионального оператора Харти. У нас все-таки, как говорится, дни рабочие, но в то же время у некоторых коллег у нас выходные. И вот ребята, которые здесь местные живут в Щелковском городском округе, они также приехали, вот наши сотрудники, чтобы поддержать, помочь. Это нужно не мертвым, это нужно живым, гласит надпись на гранитной плите в назидании потомкам. Ее увидели молодые люди, которые участвовали в благоустройстве. Силами местного, вот кто здесь люди проживают, это по их инициативе был создан этот памятник. И сегодня мы пришли, чтобы помочь городу восстановить этот памятник. Работают не только люди, но и дорожная техника. Необходимо выполнить планировку территории. Такую задачу сегодня поставили на субботнике, чтобы привести в порядок этот памятник. Ведь это место, куда 9 мая придут местные жители, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны.